В спортзале 2-й детско-юношеской спортивной школы прошел 15-й открытый чемпионат Севастополя по традиционному каратэ, в котором приняли участие 220 каратистов в различных возрастных группах из Киева, Харькова, Донецка, Запорожья, Житомира, Белой Церкви, Симферополя, Бахчисарая и Севастополя. Наш город, в котором прошли первые соревнования по традиционному фудокан-штокан-каратэ, был представлен Ассоциацией традиционного каратэ Севастополя, Центром традиционного каратэ-фудокан, Клубом Сатори, Секцией 6-й школы корабельной стороны и Клубом чемпион. Спортсменов приветствовали постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Виктор Плакидо, главный судья чемпионата, обладатель 6-го дана, арбитр международной категории Андрей Чепеленко, начальник отдела молодежи и спорта Андрей Тимченко. Среди судейского корпуса 7 арбитров международной категории. Абсолютно логично, что 15-й традиционный открытый чемпионат Севастополя по традиционному каратэ проводится именно здесь, и сюда приезжают спортсмены, потому что традиционное каратэ всерьез заявило о себе на Крымском полуострове, именно здесь, в городе Героя Севастополя. У истока этого стоял Чепеленко Андрей Владимирович. Поединки сразу на трех татами проходили в НБУ. Целый ряд севастопольских каратистов в различных дисциплинах и возрастных группах среди юношей и девушек поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета. В като чемпионами стали Андрей Запорожец, Герман Мережко, Спартак Демиденко, Рудольф Хачатурин, Айк Блбуллин, Владислав Критсун, а среди девушек Дарья Нестерова и Вероника Маскаль. Кихон и Пони победителем стал Рудольф Хачатуров, а в разделе Джио Ипон, Кумите, чемпион Айк Блбулян. В като Кумите среди победителей и Фукуга на первой позиции Владислав Гритсун. В разделе Шобу Ипон, Кумите победил всех соперников Игорь Сытников. Целый ряд севастопольских каратистов выступали в двух-трех разделах. По результатам чемпионата Севастополя рейтинг 18 клубов, принимавших участие в соревнованиях следующий. Симферопольцы на второй позиции Кадю США 2 Севастополь и на третьем Крымский ФКШ Симферополь. Вот такова тройка лидеров. Праздник традиционного карате стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в этом году. Владимир Мелянский, Олег Иваченко, программа «Наше время».